Минск. Дворец независимости. Президент встречается с губернатором Ленинградской области. Александр Дрозденко на посту уже 10 лет. В Беларуси далеко не первый раз, но этот визит особенный. Уход с общего рынка некоторых западных компаний открывает новые возможности, уверен глава государства. Да и сфер, которые интересны сторонам, десятки. Мы готовы активно включаться в работу в таких емких секторах экономики, как жилищное, промышленное, дорожное, инфраструктурное строительство, которое вы определили в качестве основных направлений, драйверов экономического рост региона. Мы можем поставлять не только дорожную технику и строительную, но и брать на себя соответствующий подряд в этих областях. Есть хороший пример, когда область поддержала Беларусь и выбрала наших производителей в качестве подрядчиков на выполнение работ по строительству модульных станций водоочистки и водоподготовки. Мы очень заинтересованы в этих проектах. Если вас наша работа устраивает, мы с большим удовольствием продолжим ее на земле Ленинградской области. Торговый оборот с российским регионом только растет. Рубеж 700 миллионов долларов, а эта задача, поставленная Александром Лукашенко, преодолен. Более того, Беларусь по итогам прошлого года стала партнером номер один для Ленобласти. Дальше – больше. Александр Дрозденко анонсирует насыщенную программу визита. А это уже Бобруйск-Агромаш. Посечение предприятий – как раз один из пунктов программы. Бобруйский холдинг – крупнейший на всем постсоветском пространстве по производству сельхозтехники. Экспорт больше 76%. Основной рынок сбыта – Россия. Такие встречи, такие мероприятия носят взаимоинтересный характер. Дело связано с тем, что все это заканчивается подписанием долгосрочных контрактов. И нам действительно это сотрудничество очень интересно и выгодно. Так же, как и Российской Федерации. В географии поставок Ленинградская область занимает одно из ведущих мест. Основные сферы сотрудничества – кормозаготовка, животноводство и птицеводство. Всего в производственной линейке более 80 наименований – от сейлок до пресс-подборщиков. С модельным рядом знакомится и Александр Дрозденко. На выставочной площадке не только зарекомендовавшие себя машины, но и новинки. Новинка от Бобруйс Агромаша – машина для несения жидких органических удобрений. Грузоподъемность – 22,5 тонны. Так же она может выполнять функции заправщика и перегрузчика. Первый аппарат сошел с конвейера в мае 2022-го. Завод тракторных деталей и агрегатов – второй пункт в программе визита. За 2021-й экспорт вырос на четверть – как в Россию, так и Евросоюз. Начало нынешнего года впечатляет еще большее. Производство увеличилось на 140%. Сейчас на ТДА реализуется новый инвестпроект – на общую сумму 22 миллиона рублей. Мы сегодня по-новому узнаем белорусскую технику, особенно техника, которая работает в лесу. Дорожная техника – она очень хорошая. Наверное, самая короткая фраза, которая ее характеризует – это сочетание цены и качества. Сегодня наша задача – найти соприкосновения друг к другу и сделать правильные встречные поставки. Разговор партнеров выходит далеко за рамки аграрной сферы. Здесь обсуждают строительство, легкую промышленность и рыбное хозяйство. Те точки соприкосновения, в которых есть все шансы развития взаимовыгодного сотрудничества. В этом году товарооборот вырос практически на 30%. И мы наметили сегодня конкретные шаги по дальнейшему взаимодействию. Первое, что будет – это приезд делегаций Ленинградской области с целью изучения нашего рыбного хозяйства, где мы много говорили о совместном производстве малька и выращивании икры. Внушительный список предложений и проектов. С таким портфелем представители Ленобласти покидают Бобруйск. Дальше остается договоренности перенести на бумагу, что и даст старт еще большей совместной работе. Максим Кемель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.